Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня мы поговорим об истории Завена Алмазяна. В 70-е годы Луганск, тогда еще носивший название Ворошиловград, потрясла серия преступлений. Неизвестный нападал на женщин по вечерам, приставляя нож в горло и говорил, что жертву проиграли в карты, после чего зачастую лишал жизни. На счету маньяка было более 22 жертв, но когда его поймали, то оказалось, что к некоторым девушкам он вообще не имел отношения, а нападения все продолжались. Как два маньяка одновременно терроризировали Луганск, а правоохранительные органы не могли поймать хотя бы одного. Присаживайтесь поудобнее, а мы начинаем. Весной 1970 года весь административный центр Луганской области Ворошиловград перестал спать спокойно. Всего за несколько недель в марте-апреле кто-то напал на более чем 10 женщин. При этом, каждая аллея и даже остановка Луганска находилась в это время под пристальным наблюдением милиции, а по городу разъезжали усиленные наряды правоохранителей. Но нападения так и не прекращались. Более того, преступник переместился из парков и аллей на маленькие безлюдные улочки и во дворы. Даже то, как будет действовать маньяк, предсказать было невозможно. Кто-то из выживших жертв рассказывал, что преступник шел за ними, когда они поздно возвращались домой по малолюдной улице или парку, а затем подбегал со спины, приставляя нож к горлу и говорил, тебя проиграли в карты. Следом, требовал немыслимый по тем временам 5000 рублей взамен на свободу и жизнь. В противном случае обещал надругаться и лишить жизни. Другие припоминали, что маньяк с остальными пальцами подбегал со спины и намертво вцеплялся им в горло, раздевая и забирая разные безделушки. И хотя оперативно-розыскные мероприятия шли по всему городу, дело никак не сдвигалось с мертвой точки, пока на месте нового преступления не нашлись важные улики, которые позже помогут доказать вину преступника. 14 апреля 1970 года в трансформаторной будке рядом со знаменитым в ту пору парком Горького нашли девушку, которая задохнулась от кляпа в виде вафельного полотенца во рту. Над Светланой Мазуриной надругались и задушили, а на руках ее виднелись следы от тесьмы, которой преступник связал девушке запястье. Также на одежде были найдены волокна шерстяного шарфа, а рядом снятая с нее серьга. Вторую он унес с собой. Но ни одна из этих находок даже после проведенных экспертиз не помогла напасть на след преступника. В один из дней в милицию пришло анонимное письмо, якобы от участника последнего эпизода. В нем было написано «Этот зверь под угрозой ножа заставлял совершать разные действия с бездыханным телом, но мне все-таки удалось не подчиниться этой сволочи. Я просил его оставить жизнь девушке». А он зло ответил «Нельзя». Также анонимный отправитель подписал имя и место жительства преступника, назвав его неким Юрьевым. И хотя письмо было непонятным, Юрьева взяли в разработку. К тому же выяснилось, что он уже был судим. Но и эта версия не подтвердилась, а автор письма так и остался неизвестным. Тем временем патрульные экипажи продолжали курсировать по паркам и дворам, а милиционеры, прячась в кустах, пристально наблюдали за своими напарницами, приманками для маньяка. И в один из дней это дало свои плоды. Тогда младший инспектор уголовного розыска лейтенант Демьяненко вел свою коллегу Валентину Довиченко, за которой вдруг оглядываясь пошел подозрительный мужчина в бежевом плаще. Испугавшись, что он подойдет слишком близко, Демьяненко бросился на перерез, а тот стал убегать. Преследование преступника оказалось обречено на провал. Уже через неделю после неудачного задержания около одной из трамвайных остановок, тот же мужчина, на которого уже был составлен фоторобот и всюду разослан ориентировки, напал на 20-летнюю Нину Зотову. По старой схеме он сказал про проигрыш в карты и в качестве откупа попросил сходить по определенному адресу и передать хозяйке Лиде привет от барсука. Также преступник заверил ее, что проверит, сделала она, что он сказал или нет. Оказавшись дома, женщина тут же позвонила в милицию. Около подъезда, где она проживала, стали дежурить правоохранители в надежде, что преступник вернется, и не прогадали. В один из дней им удалось задержать мужчину с фоторобота, наблюдающего из-за деревьев за жертвой. Преследователем оказался 30-летний водитель Виталий Власов, который тут же сознался в 22 нападениях. А в его доме нашли целую кучу вещей пропавших женщин. Вот только была одна загвоздка, о некоторых преступлениях, которые ему вменяли, он даже не слышал. Например, когда речь зашла об Светлане Мазуриной, мужчина настойчиво шел в отказ. Тут же вспомнили про шарф и микрочастицы, оставленные на месте преступления. Сверевик с шарфами Власова выяснили, они не совпадают. Более того, многие выжившие жертвы, опознавшие злоумышленника, утверждали, что он не имеет ничего общего с тем, кто нападал на них. Но самооговора быть не могло, ведь улики по тем эпизодам, которые преступник признал, были неоспоримыми. Стало ясно, что в городе орудует еще один маньяк. Это подтвердило очередное нападение. Дело Власова передали в суд, и по итогу за 22 нападений он получил 15 лет лишения свободы. Милиция же принялась за поиски еще одного маньяка. Неуловимый преступник, разгуливающий на свободе, нападал на девушек едва ли не каждую неделю. Сотни патрульных задерживали за вечер по 40-45 человек, среди которых были даже те, кто просто заговорил с женщиной в время суток. За несколько месяцев раскрываемость тяжких преступлений в области достигла невообразимых 97%. На помощь в качестве приманок по желанию привлекались даже жены и родственницы сотрудников милиции. Но жертвы все равно появлялись снова и снова. Новое происшествие случилось с любовью Григорьевой. Ее маньяк сначала душил, а затем, надругавшись, скрылся. Выжившая девушка кое-как добралась до дома подруги, которая жила совсем рядом с местом преступления, а та вызвала милицию. Весь район был заблокирован, а в качестве улики оперативники нашли кусок простыни, сложивший кляпом. На ней была печать с расплывшимися цифрами 9 и 6. По всему Луганску маркировали вещи цифрами только несколько организаций. В их числе была и воинская часть номер 96-3-4. Всю ее перевернули вверх дном, но маньяк так и не был найден. Потом выяснилась и другая досадная подробность. Гарнизонная прачечная обслуживала еще дюжину учреждений города, и белье часто путалось. Поэтому часть простыни могла попасть к кому угодно. Круг подозреваемых стремительно расширился. В тот же день в городе произошло очередное нападение. Девушку спасла сестра, вышедшая на шум. А еще через день 25 октября произошло нападение с летальным исходом. Тогда у 20-летней Ларисы Рогова маньяк забрал красную трикотажную кофту. Именно она сыграет с преступником в злую шутку. На очередную охоту он отправился 7 ноября, когда весь Луганск вышел на праздничную демонстрацию. Тем же вечером в милиции раздался звонок. Встревоженная женщина сообщила, что двое парней куда-то тащит девушку в районе парка 1 мая. На место тут же выехал наряд. Весь квартал оцепили, а мужчин подряд задерживали для выяснения личности. Так в милицейском автозаке оказалось 6 человек. Одним из них был некий Завин Алмазян, который нервничал больше всех и сразу признался, что он солдат в самоволке. Гражданское переоделся в подсобном хозяйстве, в свинарнике причастие, в котором был смотрящим. Номер его воинской части 61436. Милица, услышав номер части, сразу насторожилась. А что если на куске простыни была тройка, а не девятка? Ведь цифры были размыты. Молодого человека решили проверить и тут же направились в свинарник. Там на стене висела простынь с оторванным куском. В ходе обыска в шкафчике, ставшим тайником, были найдены женские часики, маникюрный набор, пудреница и еще одна важная улика. Вторая серьга Светланы Мазуриной. Подозреваемого тут же отвезли в отдел, а когда он снял куртку, его все опешили. На нем задом наперед была надета красная женская кофта. Та самая, которую сняли с Ларисы Роговой. Отпираться было бессмысленно. Сыщики нашли в тайнике все трофеи, которые он забирал с каждого без исключения места преступления. Алмазян во всем признался и назвал главный мотив. Ему не хватало женской ласки. В деле также помогала увлечение борьбой. Когда-то он был подающим надежды спортсменам, но использовал свой любимый удушающий захват совсем не по назначению. За семь месяцев Завен Алмазян совершил три лишения жизни и 12 принуждений к половому акту, за что трибунал Киевского военного округа приговорил его к высшей мере наказания. Верховный суд СССР оставил приговор без изменения и в 1973 году приговор был приведен в исполнение. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Спасибо за внимание и до новых встреч!